МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. О темах сегодняшнего выпуска в коротком анонсе. Глава Дагестана встретился с сыновьями народной поэтессы Фазу Алиевой, обсудил предстоящие мероприятия к ее юбилею. Первый в Дагестане трехкратный чемпион мира по боксу Магомед Расул Меджидов ответил на вопросы представителей СМИ. Накануне Рамазан Абдулатипов встретился с сыновьями народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой. Глава республики обсудил предстоящие юбилейные мероприятия. Известной во всем мире поэтессе в декабре этого года исполнилось бы 85 лет. Фазу Алиева внесла значительный вклад в развитие дагестанской и российской литературы. Она является автором более 80 поэтических и прозаических книг, переведенных на 68 языков мира. Напомним, в преддверии юбилея выпущена почтовая марка серии «Лауреаты Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного» и конверт с изображением Фазу Алиевой. Рамазан Абдулатипов, которому в ходе встречи были вручены первые экземпляры почтовой продукции, поддержал идею увековечивания памяти выдающейся поэтессы. Он отметил, что поэтесса оставила после себя большое наследие, над которым нужно постоянно работать. Также в рамках встречи был обсужден вопрос, связанный с сооружением памятников Азу Алиевой в Махачкалинском сквере, носящем ее имя. Монумент практически готов, его осталось только установить. Это действительно человек, который оставил огромное наследство. Конечно, нужно с этим наследством работать. Может быть, даже по таким поэтам, как Расул Гамзатов, Фазул Гамзатов, Сулейман Стальский и так далее. Нужно даже специальные группы, или в университетах, или в Академии наук, научно-исследовательской группе, которые исследуют их творческие наследия. Заместитель муфтия Республики Дагестан Идрис Асадулаев провел рабочие встречи с имамами городов Кизилюрты и Сбербаш, а также Кулинского района. Во встречах также принял участие полпредмуфтията Республики Дагестан в Центральном территориальном округе Абдулла Аджималаев. Имамы рассказали о деятельности, которую они ведут, озвучили проблемы, с которыми сталкиваются в ходе просветительской деятельности. Одним из главных вопросов на обсуждении стало кадровое пополнение муниципалитетов с целью оптимизации духовно-просветительской деятельности. Идрис Асадулаев отметил, что муфтия Дагестана в ближайшие дни трудоустроит квалифицированных религиозных деятелей в те населенные пункты, где на сегодняшний день в этом есть острая необходимость. Для водителей, не пропускающих пешеходов, хотят увеличить штрафы. Общественная палата поддержала законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для водителей за отказ пропускать пешеходов на зебре. Предлагается увеличить штраф за нарушение от полтора до двух с половиной тысяч рублей. Кроме того, планируется усилить контроль над соблюдением правил на пешеходных переходах с помощью видеонаблюдения. Как подчеркивает газета «Коммерсант», в 2017 году в России произошло более 28 тысяч ДТП, связанных с наездами на пешеходов. При этом 16 800 из них случились по вине водителей, а 11 600 по вине пешеходов. Проблемы молодежи актуальны во все времена. Во всем мире, да и в России, в частности, у молодежи часто меняются приоритеты. Ни для кого не секрет, что подрастающее поколение все чаще хочет выделиться за счет пагубных привычек. Насилие и других недугов. Каков коэффициент недоброжелательных привычек у дагестанской молодежи узнавала Ума Ибрагимова. Наркотики, алкоголь, социальные сети, разврат. Какой же самый распространенный порок среди молодежи узнаем у горожан нашей столицы прямо сейчас. Самым распространенным пороком считаются наркотики. Считается наркотик. Они и куют, и пьют, и телефоном, и играются. Самый распространенный порок. Все пороки у них. Да, да. Я вот здесь работаю, в Махачкале, возле каждого подъезда, возле каждого этого. Я охранщиком работаю. Видно иголки с сетями. Часто встречаются, которые немножко наркотиком пользуются. Социальные сети. Больше пользуются. Больше пользуются, да. Молодежь вообще не читает книги, не гуляет, не общается. Все в телефонах. В телефонах тоже, и драчки устраивают, а потом снимают. Это тоже порог большой. Особенно среди школьников. Социальные сети больше всего, что я замечаю. Социальные сети больше всего. А почему это так что? Наблюдение? Вообще, я могу, к примеру, иду сейчас в музыкалку, по дороге могу встретить любого человека, который сидит и уперся в телефон. Среди опрошенных были и те, кто источником зла всех пороков республики на сегодняшний день считает уровень безработицы. На работе нет, они уже начинают и наркотики употреблять, и спиртные там, и, значит, уже доходят до преступления. Нет денег, значит, надо преступным путем добывать деньги. Ну, алкоголизм, по-моему, у нас уже, по-моему, более-менее вот. Ну, вот наркотики, они, их трудно поймать, их трудно обнаружить. Они вот так свободно, магнитно, не продаются, как водка вот. Поэтому, я думаю, вот это вот наркотики. Большая часть опрошенных считает, что основной порог дагестанской молодежи – это наркомания. Для ее искоренения в республике ведутся работы и, в частности, активистские рейды по незаконным торговым точкам. Буквально позавчера проводили очередной рейд по профилактике продажи алкоголя несовершеннолетним, по аптечной наркомании на свае. То есть, эти рейды проводят сами молодые люди, мы совместно с МВД эту работу как бы курируем. Есть определенные результаты при поддержке четкой позиции прокуратуры и Министерства здравоохранения республики. Там ряд аптек лишено лицензий, и нам удается заблокировать некоторые даже каналы поставки. Поэтому определенная работа в этом направлении сама проводится. Хочется надеяться, что наркотики, алкоголь и распространение насилия и разврата и в дальнейшем не будет популярным в республике. Ведь на сегодняшний день в Дагестане это не основная проблема. Короткий обзор новостей подготовил Гамзат Нурмагомедов. В Буйнавске полицейские жестоко пытались задержанных. Адвокат Зульфея Загаджиева пожаловалась в прокуратуру. Подозреваемых в поджоге жилого дома доставили в одел с мешками на головах. Адвокат убеждена, что полицейские злоупотребили полномочиями. Она уже попросила прокурора республики защитить задержанных от палачей в погонах и привлечь их к ответственности. В Хивском районе в ДТП с «Лексус» и «Жигули» пострадали три человека. Все произошло на повороте к селу Новый Фрик. ЧП на дороге устроил водителя одну из легковушек, который создал помеху на магистрале. В результате чего на большой скорости столкнулись «Лексус» и «Жигули». От удара отечественной легковушке разворотило весь капот. Серьезные повреждения получила иномарка. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии. Дагестанский суд тянет с вынесением решения по делу сына мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева, которого обвиняют в избиении и оскорблении полицейских при их попытке остановить его автомобиль, на котором он грубо нарушил правила дорожного движения в центре столицы. Судья удалилась на вынесение приговора еще в понедельник днем, однако какое решение она приняла до сих пор неизвестно. Сам молодой человек утверждает, что не причастен к скандальному инциденту. Дагестан присоединится к Всероссийскому дню без автомобиля Европейской недели мобильности, которая пройдет с 16 по 22 сентября. В регионе будет организована акция на работу на велосипеде. Участниками могут стать все города республики. На данный момент о намерении участвовать заявил ряд министерств и ведомств, а также администрация города Махачкалы. О спорте. Накануне в Каспийске на базе спортшколы «Энергия» состоялся республиканский турнир по грэплингу «Даг Лайнс». Сильнейших выявляли более 150 спортсменов из разных уголков Дагестана. Популяризация грэплинга в республике идет семимильными шагами. С того момента, как эту дисциплину в России официально признали видом спорта, грэплеры состязаются по правилам объединенного мира борьбы. Об этом турнире узнал за две недели до соревнований. Готовился у себя в зале Абубакарова и в нормальной форме подошел. На этот турнир приехали с разных городов, с Избирька, с Кизляра, с Дербента. Хорошая конкуренция на хорошем уровне. Набираемся опыта, чтобы бороться на престижных турнирах. Представитель клуба имени Абубакарова Ислам Багамедов занимается грэплингом около трех лет. Спортсмен выиграл ряд республиканских турниров, а также успешно совмещает его со смешанными единоборствами. Для Ислама, как и для многих других участников, выступление на таких турнирах дает бесценный опыт. Этот турнир неплохой, соперники, тоже конкуренция хорошая. И призы хорошие, не на каждом турнире такие призы бывают. Поэтому хороший турнир. Мне все понравилось. Последние годы соревнования по грэплингу в Дагестане проводятся с завидной активностью. И это дает свои плоды. Наши борцы ежегодно забирают львиную долю наград на всероссийских состязаниях. Поддержать молодых атлетов на турнир прибыли именитые дагестанские спортсмены. Среди них боец легкого веса организации Fight Nights Мурад Мачаев. Честно сказать, уровень хороший у ребят. У нас очень большое развитие получил грэплинг в Дагестане. Благо, проводится много таких турниров. И на них ребята обкатываются и набираются опыта. И вот Даглионс – это один из таких турниров, который регулярно проводится, на котором ребята могут показать себя и набраться опыта. И молодежь уже сразу видно, уже на уровне взрослых ребят борются. Ну, немножечко есть где-то недоработки, нехватка техники, нехватка физики, физической мощи. Но это все с возрастом набирается. Поэтому видно, что уже хорошо борются наши ребята. Бескомпромиссные поединки, борьба на каждом участке ковра. На кону престижные чемпионские пояса и медали. Всего за награды соревнований боролись порядка 170 спортсменов. Отметим, что это уже третий турнир из серии «Даг Лайнс». Первые два состоялись в Кизляре. Организаторы планируют проводить подобные соревнования и в дальнейшем с расчетом на два турнира в год. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Упорный труд и постоянная работа над собой. Секрет успеха очень прост. Первый в Дагестане трехкратный чемпион мира по боксу Магомед Расул Меджидов ответил на вопросы представителей СМИ. Пресс-конференция спортсмена и его тренера прошла сегодня на площадке Риадагистан. В начале сентября 30-летний боксер Магомед Расул Меджидов в третий раз за свою карьеру завоевал золото чемпионата мира в немецком Гамбурге. Дагестанский боксер уже 8 лет представляет Азербайджан. К соревнованиям он подошел не в самой лучшей форме, провел 5 боев. В финале уроженец села Урхучимахи Акушинского района не оставил шансов казаху Камшибеку Кункабаеву. А до этого также уверенно превзошел оппонентов из Индии и Ордании, Австралии и Франции. Подготовка тоже не такая, как хотелось бы. Это 70% подготовки у меня было. Этот тренера тоже довольно тяжелый был, как и все, и предыдущий тоже. Я считаю, несколько боев он уже за то, что полноценной подготовки не было, за счет характера он вытащил несколько боев, где там спорные моменты были. Он за счет характера вытащил несколько боев и все очень помог. Хотя я считаю, что на Олимпийских играх он был на 100% готов, а там из-за травмы не смог он Олимпиаду выиграть. В коллекции наград Меджидова недостает лишь олимпийского золота. В любительском боксе спортсмен выиграл практически все. Но своего последнего слова он еще не сказал, поэтому переходить в профессионалы пока не торопится. Руководство Азербайджана тоже просит, чтобы не переходил пока в профессионалы. До Олимпийских игр они хотят, чтобы я олимпийским чемпионом стал. Я думаю, до Олимпиады я потерплю и постараюсь в Токио выступить на Олимпиаде и там выиграть. Вспоминая первые шаги спортсмена, его наставник отмечает трудолюбие и стремление побеждать. Магомед Расул пришел в бокс в 19-летнем возрасте, но проявив усердие, добился больших результатов. Бывают некоторые бойцы после тяжелых боев, после пропущенных ударов уже не хотят дальше, уже надоедать. Поэтому так угадать невозможно. Магомед Расул очень тяжелые бои, у него все время легких боев не бывало. Просто за счет желания, за счет характера нужно каждый раз находить себе в силу зал, проходить и трудиться. Безусловно, Меджидов уже вписал свое имя в историю. Он стал первым трехкратным чемпионом мира из Дагестана. Спортсмена со всеми почестами встречали как в соседнем Азербайджане, так и здесь, на родине. Мэр Махачкалы уже пообещал чемпиону квартиру. Да, президент Азербайджанов и поздравил, и он назначил стипендию как олимпическому чемпиону. Как равную олимпическому чемпиону, он у них свой стандарт есть и назначил. Сейчас, когда я уже трехкратным стал, и когда один раз, первый раз даже чемпионом мира стал, уже все знали. Ко мне отношение всегда хорошее, теплое было. Всегда уважение хорошее. И народ узнавал, и руководство, все уважение очень даже хорошее. В планах у Меджидова заслуженный отдых. Затем начнется подготовка к новым стартам. Курбан Рагимов, Гелач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. Курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 26 копеек, евро 68 рублей 54 копейки. Это было все на сегодня. Следите также за нашими новостями на сайте nnttv.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова